За 37 лет, что я здесь живу, ни разу не было ремонта. Ни разу. Нигде, ни с улицы, ни в подъездах, ни на крышах. Нигде не было никогда ничего. Без заботы и ухода дом номер 33 по улице Олега Кашевого дал трещину. И не одну. В ноябре минувшего года сдалась и крыша. Покосившиеся деревья возле двухэтажки давно ждали удобного момента. В пору ледяных дождей решили точно пора. Деревянное решето, которое призвано укрывать жильцов от непогоды, просто не выдержало такого соседства. И с треском провалилось. Там получилось три сквозных отверстия как раз над квартирой моей мамы. Она инвалид третьей группы. Управляющая компания отказала нам и в письменном виде, и в устном виде. В жилищную инспекцию обращалась, отписались, тоже отказались. Все сказали за счет собственников. Спасательный круг кидали депутаты, партийные деятели. Вот только доплыть на нем до крепкого жилища не получилось. Ходя от инстанции к инстанции, жильцы накопили приличную стопку бумаг. Вишенка на торте, заявление в прокуратуру. Пока ждут очередного ответа, как и было предложено, справляются за свой счет. Здесь к таким порядкам уже привыкли. У нас обвалилась труба. Вот здесь, наверху, кирпичи лежали. Приехали с управляющей компанией, наверное, человек 15. Веревочками вот так огородили, чтобы не ходили, и уехали. Все. Ладно, вот сами мужики залезли, столкнули, они висели на краю. Я говорю, кому-нибудь на голову упадет, убьет. Все. Вот так. А как они к нам относятся? Все. И вообще никому не нужны. Ни городу, ни управляющим компаниям. Вообще никому. Ну как дальше нам жить? Мы же тоже не можем весь дом содержать за свой счет. Управляющая компания, которая обслуживает дом, уверена в обратном. От недовольства жильцов отмахиваются договором подряда. Бумага серьезная. Сравни железному алиби. У нас входит несколько услуг, которые мы им предоставляем. Это уборка территории, обслуживание системы отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, обслуживание вентоканалов, обслуживание ВДГО и аварийное обслуживание спичерское. Вот по этим вот системам отопления, водоснабжения, вот именно в местах общего пользования. Текущий ремонт у них не заложен, и мы его не представляем и не делаем. За каждый из пунктов жильцы платят монеты и в ответ ждут соблюдения договора, особенно зимой. И раз уж ремонт крыши в обязанности управляющей компании не входит, вся надежда на уборку территории. Беру лопаты и пол двора чищу, потому что у нас нельзя выехать. Вот снег, у нас есть механическая уборка двора. Мы звоним в управляющую компанию. Ждите трактора, уборка центра города. Мы ждем, ждем, выходим. Говорю, ну у нас все пенсионеры живут. Говорю, у нас ни скорая не может заехать, никто. Жильцы исправно следуют инструкции. Все за свой счет, своими ручками. Благо, орудовать лопатой осталось и не так долго. Синоптики пророчат нулевую температуру с 23 января. Снег начнет таять. И тот, что под ногами, и тот, что над головой. А к весне вместо цветов в домах распустятся зонтики. Александра Никитина и Геннадий Бухтояров. Управда ТВ.